Virgin Galactic отложила начало туристических полетов в космос до конца 2022 года. NASA успешно отправила зонд к Юпитеру. В Китае представили аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой. Автопилот для дронов научился скоростным полетам в лесу. Эти и другие темы прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. Компания Virgin Galactic, входящая в состав гиганта Virgin Group, основанного миллиардером Ричардом Брэнсоном, пересмотрела сроки начала коммерческих туристических полетов в космос. В последнее время компания изучала потенциальный дефект, который мог присутствовать в одном из компонентов от стороннего производителя. Пресс-секретарь Virgin Galactic сообщила, что компания нашла проблему и вынуждена отложить начало коммерческих полетов до ее исправления. Поэтому Virgin Galactic приступает к реализации программы по доработке VMS EV и VSS Unity, в рамках которой будет устранен дефект, а также будет доработана конструкция и проведены дополнительные испытания. Эта программа продлится от 8 до 10 месяцев и будет завершена в июне-августе следующего года. Только после выполнения всех необходимых работ планируется провести ранее намеченную тестовую миссию Unity 23, а за ней последует еще один тестовый полет Unity 24. Первая пройдет в лучшем случае в середине 22-го года, а вторая во второй половине. В этой связи начало коммерческих туристических полетов, а именно миссия Unity 25, перенесен с 3-го на 4-й квартал следующего года. Ракета-носитель Atlas V-401 унесла в космос с мыса Каневерл космический аппарат NASA Lucy, собранный компанией Lockheed Martin. Миссия Lucy продлится 12 лет, в ходе которых зонд посетит 7 крупных астероидов на орбите Юпитера и один в главном поясе астероидов. По факту, это археологическая миссия по изучению окаменелостей из ранней истории Солнечной системы. На авиасалоне China Air Show 2021 были представлены два новых проекта автономных электрических аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой. Один из проектов предложен в виде цифровой модели, а другой как предполетный прототип, что обещает разнообразить новости из Китая об испытаниях нового вида городского транспорта. Безусловным лидером нового направления городской мобильности остается китайская компания E-Hank, которая уже серийно выпускает до 50 фирменных двухместных аэротакси E-Hank 216 каждый месяц. Вскоре конкуренцию ей могут составить четырехместные аэротакси V 1500M компании Autoflight, прототип которых был показан на авиасалоне. Разработчики утверждают, что беспилотный E-VTOL при полной загрузке пассажирами сможет пролетать до 250 км на скорости до 200 км в час. Компания HTC официально представила новую автономную гарнитуру виртуальной реальности ViveFlow. Устройство стало логичным развитием раннего прототипа Project Proton. Устройство очень легкое и выполнено в форме очков. Его вес составляет всего 189 граммов. Гаджет оборудован двумя 2,1 дюймовыми экранами с разрешением 1600 на 1600 пикселей на каждый глаз и регулируемой оптикой. Оба экрана обладают частотой обновления 75 Гц и обеспечивают угол обзора в 100 градусов. Устройство получило сменные лицевые и височные накладки. Также в состав гарнитуры входит пара стереодинамиков с поддержкой пространственного звука, а также двойные микрофоны с подавлением эха и шума. Для охлаждения внутренних компонентов используется активная система охлаждения, в состав которой входит один небольшой вентилятор. Новинка имеет две внешние фронтальные камеры встроенного 6-DOF трекинга, которые используются для определения пользователя в виртуальном пространстве. С помощью них устройство также может распознавать управление жестами. Однако данная функция на старте продаж гарнитуры будет недоступна и появится с будущими обновлениями. В отличие от прочих VR-гарнитур HTC Vive, новинка ViveFlow поставляется без контроллеров. Вместо этого устройство предлагается подключать через Bluetooth к Android смартфону и использовать последний в качестве устройства управления. ViveFlow также поддерживает технологию Miracast, позволяющую захватывать и транслировать изображение экрана смартфона внутрь виртуального пространства. С iOS новинка не работает. Компания TCL представила одни из наиболее впечатляющих смарт-очков на сегодняшний день. Гаджет использует дисплей MicroLED со специальными волноводами, разработанными компанией за последние три года. С их помощью на прозрачные стекла может выводиться цветное изображение, но при этом новинка выглядит почти как самые обычные очки. Используемая технология выгодно отличает модель TCL от концепт-варианта Xiaomi, также применяющего технологию MicroLED, но поддерживающую демонстрацию только монохромных изображений. В обоих случаях каждый LED-элемент имеет размер 4 микрометра, но в TCL разработали уникальный алгоритм, позволяющий очкам демонстрировать цветную картинку. Скутерсом представила умный электросамокат Rolli Plus с толстыми шинами. Это электроскутер с подшипниками из аэрокосмического алюминиевого сплава на нестандартных шинах, в сочетании с корпусом из усиленного углеродом полимера и мягким сидением над задним крылом. Мотор-редуктор мощностью 750 Вт генерирует крутящий момент 80 Нм и разгоняет самокат до скорости 30 км в час, а съемный аккумулятор емкостью 750 Вт-час обеспечивает до 50 км езды на одном заряде. Полная зарядка занимает около 3 часов. Торможение происходит дисковыми тормозами. Адаптивная фара при необходимости включается автоматически. Мобильное приложение Компаньон на смартфон, для которого есть крепеж на руле, подключается к Rolli Plus через Bluetooth или LTE и используется для выбора 4 уровней помощи мотора. Разблокировка самоката происходит двумя способами. С помощью мобильного приложения и через программу распознавания лиц. Также через приложение можно включать и выключать фары спереди и сзади, а также получать уведомления об уровне заряда батареи. Для предотвращения угона действует функция Find My Scooter, показывающая местоположение Rolli Plus на карте, о котором можно также сообщить авторизованным родственникам и друзьям. Инженеры из Швейцарии разработали автопилот для дронов, который способен управлять ими на высокой скорости при полетах в незнакомом окружении, выбирая безопасный маршрут для маневрирования между множеством препятствий. Для этого они использовали методы машинного обучения, натренировав нейросетевой агент находить оптимальные траектории для движения, используя только информацию о скорости, положении в пространстве и изображении от бортовых 3D-камер дрона. Для демонстрации возможностей алгоритма в реальных условиях дрон испытали в различных окружениях. Например, автопилот продемонстрировал способность управлять квадрокоптером со скоростью от 3 до 7 метров в секунду в лесу, избегая столкновений с деревьями и их ветвями, а также пролетать через узкие проемы на высокой скорости. При этом алгоритм не требует больших вычислительных ресурсов, и ему достаточно возможностей бортового компьютера дрона. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте мой лайк, подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик. Также я жду ваших комментариев внизу. Не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был как всегда Андрей. Всем отличного настроения, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok